здравствуйте друзья у нас жанна наш педагог расскажет историю которая с ней приключилась когда она только приехала в сша еще по-английски не говорила и даже жесты многие не понимала увы увы жанна рассказывай вот получила права наконец-то сдала когда было дело дело было наверное через два месяца после приезда в америку и надо было детей возить в школу то есть нужно было получить права в теории проблем не было никаких и наконец-то я осилила практику и действительно получила права сдала я только уточню а ты приехала ты могла по-английски или совсем плохо ну совсем так хорошо совсем как что у нас получилось я училась чуть чуть позже освоилась да и я училась очень хорошо и так приехала два месяца стране английский никакой до права получила езжу только тоже со страхами дрожью и поэтому очень часто сажала после школы своих детей рядом старшего сына как-то он придавал мне ответственность чувствовал и мне было легче водить насколько старший ему было тогда около 15 да и вот мы вдвоем ехали вот здесь в маунт инвью у нас слава богу это было не на небольшое шоссе то есть не не хайвей не фривей скорости тоже были нормальные и мне нужно было развернуться повернуть налево развернуться просто развернуться и я развернулась и так как дорога была широкая я развернулась в ту же полосу ой а в на встречную на встречную полосу я выехала из одной полосы почему-то объехала туда же вместо того чтобы я поняла что что-то не так надо было выйти из ситуации да и я медленно стала там разворачиваться сразу же не смогла какие-то действия на дороге абсолютно перекрестки то есть все машины остановились и слава богу это не нью-йорк и не лос-анджелес люди здесь уже невероятными мирные все молча сидели а некоторые даже высовывались из окон или открыли там двери и мне очень я поняла что мне дают советы потому что они же стекулировали там чего-то указывали туда-сюда и говорили говорили я сидела я потом поняла совершенно сумасшедшей ненормальной ухмылкой я не могла объяснить что извините идиот куда они улыбаются я улыбаюсь там как-то пытаясь вывернуться туда-сюда это не было долго это несколько секунд это было наверное даже около минуты люди могли быть пистов как мы говорим могли могли вот и наконец я выдохнула я стала в правильную полосу в правильную линию я вывернулась и чтобы так сказать уже сказать людям что окей все хорошо вот спасибо вам поблагодарить за их терпение и мало того за их помощь я ничего не понимала я открыла окно и громко-громко мужик был был очень активный мужик который все мне показывал пальцами туда-сюда и так и так и по всякому я тогда думала какая разница указательными или каким другим пальцем ты мне наставляешь на путь как его палец выглядел так как я не могу наверно в камеру показать это был средний палец так он одним этим пальцем махал и что-то говорил и я думала что он мне помогает и когда все это закончилось и я выдохнула я открыла дверь и сумасшедшей улыбкой громко сказала thank you thank you so much for your help да и тут все оторопили так он остановился на полусловия но он стоял не ехал все стояли уже не было одна я все стояли нельзя вот он просто вы он выскочил до этого он вышел из машины значит там я же говорю жестикулировал и с пальцем и это что-то и так далее я и тут наступила вот как в ревизоре минута молча дорог я чувствую полного долго поехала дальше так и мой сын не говорит мама если бы ты знал что он тебе говорил и что этот палец значит да и ты ему сказала за это спасибо так а вот какая-то была деталь в этой истории что что настолько отторопил что сам тут же совершил эксидент когда он начал потому что я под ее все начали он тоже сел и когда сказала высунулась вот и сказала thank you so much он тут же застрял и не врезался и в него врезался врезала задняя машина потому что это было настолько наверное дико и странно я я понимаю что меня там посылали в разные места и указывали пальцем да и значит когда все начали двигаться я сказала thank you very much это было лето все было там он естественно тут же затормозил он опешил он не ожидал такую реакцию на свои вот так друзья очередной раз добро победила зло всего доброго